Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и сегодня с вами я, ведущая Елена Бунакова. На поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году затворник Вышинский Феофан был прославлен в лике святителей. В том же году его мощи были положены к ближайшим к монастырю храме во имя преподобного Сергия Радонежского, села Эммануиловки. 29 июня 2002 года состоялось перенесение мощей святителя в Успенскую Церковь, Свято-Успенского Вышинского монастыря. В постановлении собора в 1988 году было отмечено, что епископ Феофан через обширную переписку содействовал духовному возрождению современного ему общества. В своих нравоучительных и истолковательных сочинениях он проявил себя как экзегет и богослов. В наше время творения святителя переиздаются вновь и вновь. Выходят книги разные по форме, качеству и цене, доступные всякому читателю. Так и в издательстве «Отчий дом» в серии «Духовный собеседник» вышло три книги, которые вобрали в себя крупицы духовной мудрости святителя Феофана Затворника. Они называются «Краткие мысли на каждый день года, расположенные по числам месяцев», и «Внутренняя жизнь», а также «Богоугодная жизнь вообще». Об этих книгах далее в нашей программе. Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию сразу три книги, в которых собрана лишь малая часть духовного наследия святителя Феофана Затворника, но тоже очень важная по своему содержанию. Так первая из книг называется «Краткие мысли на каждый день года», расположенные по числам месяцев. По словам издателей, в этой книге святитель Феофан раскрывается не только как замечательный богослов, но и как тонкий христианский философ и психолог, обобщивший свой жизненный опыт и наблюдая над внутренней и внешнечеловеческой деятельностью, над явлениями духовного и физического мира, над местом, ролью и общими закономерностями развития человека-христианина в мироздании. Кроме размышлений на каждый день, в книге собраны и примеры для записывания добрых мыслей, приходящих во время богомыслия и молитвы, числом 162. К подобному занятию призывает святитель своего корреспондента и дает ему образец, представленный в этой книге. По словам издателей, мудрые мысли святителя Феофана, привлекающие еще и своими художественными достоинствами емкообразности и яркой метафоричности высказывания, носят как философско-притчевый, так и духовно-просветительский нравственно-назидательный характер и могут одинаково служить и в качестве приятного чтения любителям афоризмов, и в качестве духовного руководства, ищущим спасения. Следующая книга называется «Внутренняя жизнь» и содержит в себе духовно-нравственные поучения святителя Феофана. Являясь знатоком человеческих душ, Вышинский затворник не ограничивается общими наставлениями, но предлагает конкретные советы на пути борьбы со страстями и стяжания добродетелей. В настоящем издании нравственные наставления о внутренней жизни предваряют пять поучений святителя о пути ко спасению. В частности, в одной из бесед святой Отец говорит «Узнай и сердцем содержи все, чему учит святая Церковь, и приемляя божественные силы через таинство и возогревая их через все другие священодействия и молитвования Церкви, иди неуклонно путем заповедей, предписанных нам Господом Иисусом Христом под руководством законных пастырей, и, несомненно, достигнешь Царствия Небесного и спасешься». И это ответ прямой и единственный ответ всякому вопрошающему, что, сотворив живот, вечный наследуем. Все спасшиеся спаслись сим, а не другим способом, и все ныне спасающиеся спасаются так, а не иначе. Это правило святитель повторяет несколько раз на протяжении нескольких бесед, чтобы лучше запечатлеть его в наших душах. А после этого святой наставник, затрагивая самые разные стороны внутренней жизни христианина, раскрывает важные для всякого ищущего спасения вопросы. Как и чем питать и возвращать начатую в таинствах духовную жизнь? Как не только внешне держать добрую исправность, но и в сердце содержать ее? Возможно ли исполнить заповедь апостола? Как работали греху, так и поработайте правде. Каковы способы утоления жажданий нашего естества? В чем заключается крест самоисправления? И многие другие. Таким образом, мало-помалу в главных чертах святитель объясняет, каким должно быть настроение, свойственное христианину, ищущему незаблудно путем спасения. Последняя из книг, представленных сегодня вашему вниманию, называется «Богоугодная жизнь вообще». Данное издание представляет собой сборник слов и проповеди святителя Феофана, который был составлен им самим, из слов к Тамбовской и Владимирской паствам, и был впервые издан в 1893 году, еще при жизни епископа. Сборник посвящен, как выразился сам святитель, «богоугодной жизни вообще» и дает ответы на вопросы, которые волнуют всякого ищущего спасения христианина, от возможности для него богоугодной общественной деятельности до особенности духовной жизни в миру. И в первой же беседе святитель говорит о том, что и гражданская жизнь есть поприще богоугождения для тех, кои труды по ней Богу посвящают. По словам святителя, обстоятельства времени учат человека и внушают ему разные наставления по роду своему. Так дни царские невольно склоняют внимание на царя и царство, а здесь в храме приносят мысли от царства земного к царству небесному и побуждается размерять служение в одном служении для другого. Как же, спрашивая святитель, приходит некоторым на мысль, будто между семи служениями нет союза, и будто посвятивший себя одному неизбежно оставит забудет другое. Когда Господь говорит «воздадите кесарева кесареве и божие богове», то внушает, что совмещать сие обоюдное служение не только можно, но и должно. Свойство же самого дела показывает, что как тело есть орудие, посредством которого душа обнаруживает свои внутренние действия, так и общество, и служение в нем есть лучшее поприще для раскрытия и обнаружения невидимого духа благочестия. И не обнаружение только, но вместе для образования и укрепления. Всем несомненно уверимся, если внимательнее рассмотрим учение апостольское служение общественным, утверждает святитель. Особенно же подробно, глубоко и проникновенно он говорит о внутренней стороне духовного делания. Он не только раскрывает такие главные его составляющие, как любовь к Богу и стяжание добродетелей, но и указывает пути и средства, благодаря которым даже живущий в миру человек может приблизиться к Богу и достичь той или иной степени духовного совершенства. В заключении хотелось бы еще раз вспомнить постановление Поместного собора 1988 года, а именно те слова, которые характеризуют как самого святителя Феофана, так и его творчество. Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его исполнение и, как следствие сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть на его писания как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной чистоты и богопросвещенности. Эти писания великого святителя, христианского писателя, богослова и тонкого психолога, написанные более столетия назад, актуальны и для сегодняшнего читателя, как всестороннее руководство ко спасению. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова